Я склонен решать национальный вопрос в соответствии с формулой, которую высказал в свое время Вальдемар Йоганович Далл, более известный как русский писатель и автор толпового словаря живого великорусского языка Владимир Иванович Далл. Он сказал, что человек принадлежит тому народу, на языке которого думал. Кстати, по этому критерию, скажем, на моей малой родине, Украине, по состоянию на 2008 год, когда это было установлено в качестве побочного эффекта одного из вопросов, то есть из социологических вопросов. Так вот, на Украине в мирное время минимум 5 шестых граждан русских. Точно так же и в Российской Федерации, по данным того же опроса, минимум 5 шестых русских. В Белоруссии, сейчас скажу, там по данным этого опроса, 93% русских. Ну, собственно, а как это установили? В 2008 году знаменитая социологическая служба Галлок, создатель этой службы, тот самый Галлок, собственно и разработал многие методы социологических исследований, признанные образцовыми и используемые до сих пор. Так вот, служба Галлок проводила большой опрос о положении дел на постсоветском пространстве в целом. Опрос был сложный, на несколько десятков моментов. Ну и для удобства напечатали все вопросы на бланке, оставили там место для ответов. Заполнять бланки надо было, естественно, в присутствии сотрудников службы Галлок, на случай, если возникнут какие-нибудь вопросы. И для того, чтобы опрашиваемым было удобно отвечать, вопросные листы подготовили в двух комплектах. Один комплект на титульном языке той местности, где ведется опрос, то есть, скажем, в Молдавии, на Молдавском, в Башкирии, на Башкирском и так далее. А второй комплект на обычном русском языке. Ну и заодно, по ходу ведения этого опроса, подсчитали, сколько каких листов берут опрашиваемые. Естественно, люди выбирали те листы, которые им самим удобнее было заполнять. Так вот, на Украине 83% опрашиваемых выбрали для заполнения листы на русском языке. В Белоруссии 93%. А вот в Армении, если не ошибаюсь, менее 10%. Ну, Армения и в советское время была самой мононациональной из всех союзных республик. Так вот, если исходить из критерия Даля, то не только я, но и мои родители, несомненно, русские. Насчет бабушек и дедушек я уже в этом не вполне уверен. Вот, если смотреть по паспортным правилам советских времен, когда в каждом паспорте указывалась группа национальности, причем выбрать ее можно было по национальности одного из двоих родителей, то я люблю, а если смотреть по всему остальному, кроме паспорта, то русский. И, кстати, я подозреваю, что в большей части тех москвичей, в чьих паспортах в советское время значились чуть ли не две сотни разных национальностей, Реально, все они русские. Правда, в постсоветское время в Москву прибыло много народу, с окраин России, ну, для меня Россия это существенно больше, чем Российская Федерация. И еще не все они привыкли к правилам жизни на новом месте, но, я думаю, привыкли. В конце концов, в 20-е годы население Москвы выросло, ну, если не ошибаюсь, где-то в 22-м году в Москве было примерно 2 миллиона жителей, а в 32-м уже около 5. Ну, ничего, обжились, переварились и тоже стали русскими. Скажите, пожалуйста.